Добрый день всем, кто к нам только что присоединился. Это онлайн-марафон День выборов, и мы работаем в самом настоящем прямом эфире из выездной студии в октябре. В ближайшие несколько часов с вами будем мы, Виктор Лукьянчиков и Анна Рученко, а также наши коллеги, которые сегодня, как и предыдущие два дня, работают во всех районах области. Сейчас мы предлагаем узнать всю официальную информацию из первых уст у нас в студии. Председатель областной избирательной комиссии Игорь Лазарев. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какая явка у нас на данный момент, сколько человек уже смогли проголосовать? Значит, на 12 часов есть оперативная информация. 535 700 человек наших избирателей Белгородской области пришли на избирательные участки нашей области. Это 43,74%. Активны очень наши избиратели Белгородской области. Мы видим, не мешает дождь, все идут. И мы видим даже, что городские округа, наши крупные Белгороды, Старосколы, Шебекин и Губкин, избиратели пошли на избирательные участки с семьями, с друзьями, самостоятельно принимать решения за депутатов Государственной Думы и, конечно, на досрочные выборы губернатора Белгородской области. Сегодня третий день финальный этого выборного марафона. Как наши сограждане, как наши земляки голосовали в предыдущие два дня? Избиратели комиссии Белгородской области всегда активны. Все выборы, которые проходят на территории Белгородской области, с высокой явкой, с высокой активностью. И мы отмечаем, что три дня голосования, которые мы уже не первый год применяем, не первые выборы применяем во время избирательных кампаний, очень удобно избирателю. Они для себя принимают решение, когда им удобно голосовать, в пятницу, в субботу или в воскресенье. И мы видим, что более 38% наших избирателей проголосовали в первые два дня. Это очень хорошо и, еще раз говорю, удобно нашим избирателям. Многие приняли решение проголосовать в пятницу для того, чтобы в субботу, в воскресенье остаться дома с родными и с близкими. Многие, потому что работают. Им удобно было проголосовать по месту, находясь на рабочем месте, на ближайшем избирательном участке. Такое решение многие принимали. Конечно, наши члены комиссии участковой и правоохранительные органы, которые обеспечивают правопорядок, тоже приняли такое для себя решение голосовать рядом с местом своей работы. Очень удобно и комфортно. Игорь Владимирович, Вы отметили, что уже полмиллиона человек сделали свой выбор. Были ли жалобы? Если да, то сколько их и как Вы их отрабатываете? Я говорю сейчас о жалобах, которые поступают в областную избирательную комиссию. С самого утра мы информируем наших избирателей, что к нам поступило 4 жалобы. На сейчас добавилась еще одна жалоба, обращение, так можно сказать, потому что внимание к выборам очень высоко. Наблюдатели присутствуют сегодня на всех избирательных участках. Желание членов комиссии с правом совещательного голоса иметь всю информацию, которую они для себя желали бы получить, есть огромное. Но есть ограничения. Вот сегодня еще одна жалоба добавилась, кроме тем, начнем с того, что 4 какие-то жалобы. Две жалобы были по тому, что не допустили наблюдателей в областную больницу. И жалоба была на то, что не пустили наблюдателя в военную часть Воложького городского округа. И еще одна жалоба была, что член комиссии права совещательного голоса, который хотел быть членом комиссии права совещательного голоса в избирательной комиссии, он имел двойное гражданство, и ему отказали в этом праве. Все было разнесено всем. Подробная информация по двум первым жалобам, о чем я сказал, была рассмотрена комиссиями, направлена всем к обратившимся к нам. И еще одна жалоба, которая сегодня на данный момент добавилась, это член комиссии права совещательного голоса желал получить информацию, сколько и кто, как проголосовал на выборах, пользуясь услугой мобильный избиратель. Ему разъяснили, сказали, что у нас есть только на нашем избирательном участке, ответили письменно. Удовлетворен наш наблюдатель, член комиссии права совещательного голоса. Мы контролируем все обращения, все обращения рассматриваются моментально, следим за всем процессом. И спасибо всем наблюдателям, что внимательно следят за избирательным процессом и не оставляют без внимания малейшие нюансы, которые происходят на избирательном участке. А как вам поступают эти жалобы? Люди звонят, обращаются или как пишут где-то в соцсетях, может быть, как фиксируете? Мы реагируем все на официальные обращения, которые к нам приходят в областную избирательную комиссию, письменные. На звонки на горячую линию реагируем. И, конечно, смотрим в соцсетях. Спасибо всем, кто туда размещает ту или иную информацию, разбираемся. Подключаем правоохранительные органы, если это необходимо. Выезжают наши комиссии территориальные на местах, рассматривают все ситуации, которые возникают. Но письменно отвечаем только те, которые к нам приходят письменно. Мы работаем сегодня в Центре общественного наблюдения. Здесь расположена наша студия. И, собственно, этот Центр общественного наблюдения в этом году впервые работает совместно с Общественной палатой. Уже показал свою эффективность этот Центр? Да, впервые в Белгородской области такой Центр создан. Очень удобно. Здесь собраны все и эксперты, и наблюдатели, и члены комиссии участковой здесь есть. И мы здесь областная комиссия, и территориальная комиссия, если нужно, приглашаем. То есть все имеют право здесь находиться, следить за тем, как ведет ход голосования. Отмечу, что здесь это круглосуточная работа этого Центра и днем, и ночью. И очень приятно отметить, что многие представители политических партий находятся и ночью здесь дежурят, и следят за тем, что происходит на избирательном участке в ночное время. Потому что очень важно, чтобы тот сейф, где хранятся сейф-пакеты, он должен быть под видеонаблюдением. И за этим наблюдают наши эксперты, наши специалисты, специалисты Общественной палаты, и, конечно, наблюдатели от политических партий и кандидатов в этом Центре. Очень удобно, очень комфортно. Созданы всем условия, всем созданные условия, которые удобны для работы. У каждого есть рабочее место, компьютер, интернет, для того, чтобы постоянно вести наблюдения за избирательными участками. Да, согласен. Центр общественного наблюдения – это новинка этого года. А вообще, в целом, избирательная кампания – это в чем ее отличие от предыдущих? Ну, эта кампания для белгородцев очень важна не только тем, что просто выборы идут, но именно тем, что впервые на территории Белгородской области совмещена федеральная кампания, выборы депутата Государственной думы и досрочные выборы губернатора Белгородской области. И этим она и сложна, но этим она и интересна, и привлекает много внимания всех. И избирателей, конечно, в первую очередь, и всех участников избирательного процесса, и тех людей, кто следит за всем ходом голосования. Это особая особенность этой кампании. Ну и, конечно, мы продолжаем работать в условиях пандемии. Мы уже третью кампанию проводим в этих условиях. С одной стороны, опыт есть, но с другой стороны, ситуации возникают разные. Но мы сегодня 100% обеспечены наши все члены комиссии средств индивидуальной защиты. И, конечно, все наши наблюдатели тоже будут, всем будет предоставлено средств индивидуальной защиты. И 100% всем избирателям, которые придут на избирательный участок, померяют температуру, выдадут маску, перчатки, ручку. Будет соблюдена дистанция. И еще очень особенность, наверное, избиратели уже обратили внимание, в этом году между членом комиссии и избирателем есть специальный прозрачный экран, который также защищает в условиях пандемии и члена комиссии, и нашего избирателя. Все очень комфортно, удобно и безопасно. Такие экраны, они на всех избирательных участках установлены или не получилось везде? Нет, 100% на всех избирательных участках. А вот, кстати, количество избирателей у нас неизменно, все компании, но мы голосуем в этот раз три дня. Вот проще или сложнее работать сотрудником вашим? Ну, как я сказал, уже избирателям удобно, конечно. Избирателям понятно. Членам комиссии наших у нас в этой 1263 избирательных участках у нас, в том числе 20 временных, почти 12 тысяч человек. Это члены комиссии всех уровней. И задействованы в этой работе. И, конечно, сложнее им работать. Конечно, пятница, суббота. Мы работаем с 7 утра, когда готовить начинаем к открытию избирательного участка. Открывается он в 8. До 20.00 работаем с избирателями. А потом еще час-полтора они пересыпают все, все пакеты, перекладывают, запечатывают. В сейф укладывают, это все под наблюдением, это все под видеокамерами. И уходят домой где-то в 9, в 21, в 22 часа. И утром в 7 часов 5 уже снова приходят его на работе. Конечно, очень тяжело. И огромное спасибо и благодарность от областной комиссии, от всех избирателей, нашим членам комиссии, за то, что сегодня уже третий день, можно сказать, почти третий сутки. Они на ногах, они работают. И с хорошим настроением, с улыбкой встречают наших избирателей. Да, я заметил, кстати. Пришел на избирательный участок, мне мило улыбались, и сразу настроение поднимается. А давайте такую ситуацию представим. Если человек пришел на избирательный участок, но его нет в списках. Вот посмотрели, все как положено, по месту жительства пришел. Были ли такие случаи? Если да, то как вы реагируете? Может ли человек проголосовать? Такие случаи были. И я к избирателю обращаюсь, что есть такие моменты, но прошу вас не расстраиваться. Обязательно участковая комиссия изучит ваши документы, посмотрит вашу регистрацию. Если вы действительно в границах этого избирательного участка, вас внесут в дополнительный список и дадут возможность проголосовать обязательно, 100%. Не проголосовавшим не уйдешь, да? Не проголосовавшим не уйдешь. Все, кто пришел на избирательный участок, смогут проголосовать. Но если вдруг заметил нарушение или подозреваешь, что что-то происходит не так, как надо, как действовать? У нас и наблюдателей очень много, я уже сказал, почти 5000 наблюдателей находятся сегодня с нашими членами комиссиями, и они участвуют с нашими членами комиссиями и в голосовании на дому, и в голосовании на избирательном участке. Максимально следят за этим, и огромное им спасибо, еще раз говорю, за это. И, конечно, наш член, и избиратель, если вдруг что-то заметил, по его мнению, что что-то происходит на избирательном участке и вызывает какое-то у него подозрение или вопрос, он может сразу же обратиться к председателю участковой комиссии, получить разъяснение. Если его не устраивает, может обратиться в вышестоящую комиссию, к нам, на горячую линию. Мы моментально отреагируем и разъясним нашим избирателям тот или иной вопрос, который его волнует на этом избирательном участке. Сразу сделаем. Игорь Владимирович, наши избиратели продолжают еще активно голосовать, и у вас сейчас есть возможность обратиться к тем, кто еще не успел дойти до своего избирательного участка? Уважаемые избиратели, сегодня очень много сделано для того, чтобы выборы были гласными, открытыми, честными, чтобы было комфортно голосовать удобно и безопасно. Приходите на избирательный участок, отдайте свой голос, не оставайтесь безучастными к этому замечательному избирательному процессу и очень важному для нас, для нашей Белгородской области, для нашей России. Мы с вами выбираем будущее, мы выбираем депутатов Государственной Думы, мы выбираем с вами губернатора нашей области. Голос каждого нашего избирателя очень важен. Давайте выберем будущее вместе.